Какое нижнее белье сразу же выдавало советских разведчиц? Про разведчиков, действующих во время Великой Отечественной на территориях оккупированных немцами, написано очень много. Советская разведка провела множество блестящих операций, неся неоценимый вклад в победу над захватчиком. Однако бывали случаи, когда разведчика выдавала, казалось бы, незначительная мелочь. Для некоторых девушек-разведчиц такой фатальной мелочью стали обычные женские трусы. Однако выяснилось это далеко не сразу. Перед заброской во вражеский тыл советских разведчиц тщательно готовили. Девушки практически беспрерывно изучали немецкий язык, даже лежа в кровати. Учились пользоваться радиостанциями и приобретали массу других навыков, необходимых для выживания и успешного выполнения поставленной задачи. При этом многие радистки и разведчицы, которых забрасывали в немецкий тыл, очень скоро попадали в руки гестапо. И никто не мог понять почему. Узнать причину их провала помог случай. Одной из советских радисток удалось сбежать из лап гестапо. Она сумела добраться до своих и сообщить, почему же попадались девушки. Разведчица, которая спаслась, рассказывала, что когда она шла по деревне, ей повстречался немецкий патруль, который незамедлительно остановил девушку. Один из немецких солдат просто подошел и без всяких церемоний задрал ей юбку, после чего ее сразу же задержали. Девушка пыталась убедить немцев, что она никакая не советская шпионка, а просто живет неподалеку. Она старалась не показывать, что прекрасно владеет немецким языком, но немцы ей не поверили. Спасли девушку и партизаны, когда гитлеровцы перевозили ее в гестапо. Из Курска разведчицу самолетом вывезли на Большую Землю. По словам девушки, советских разведчиц выдавали банальные женские трусы. Дело в том, что все они носили белье одной трикотажной фабрики. Обычным девушкам в тылу немецких войск такое белье достать было невозможно. Как правило, они носили белье из ситца, которое шили сами. Фатальный просчет, конечно же, устранили. Позднее разведчицы стали шить правильное белье, которое их уже не выдавало. Если вам понравилась история, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо!